Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Марина Кравцова я и наши корреспонденты расскажем вам о самых важных и интересных событиях недели. Коротко об основных темах. 63-й под особым контролем. С рабочим визитом в регион приехал замминистра строительства России. Откроют в октябре. В Струковском саду смонтировали коммуникации и приступили к ландшафтному дизайну. Комплексный подход. Улицу Галактионовскую в Самаре полностью обновят. Ультрасовременная школа в Южном городе. 1 сентября. Там за парты сядут почти полторы тысячи учеников. Подготовка на земле, прыжки в тандеме. Спортсмены сборной России по парашютному спорту проводят мастер-класс для юно-армейцев. Следственный комитет России проводит проверку по факту шокирующей истории, произошедшей в Кенеле. 15 августа в сети интернет появилось видео издевательств подростков над котенком. На кадрах, которые мы не можем показывать в эфире, видно, как девочки ударяют котенка об стену. Весь этот кошмар шел в прямой трансляции в социальной сети Инстаграм. По результатам проверки действием подростков будет дана объективная правовая оценка. Уже известно, что родители школьниц заплатят штраф. Всего 500 рублей. Такое наказание им назначили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Следствию предстоит дать оценку действиям должностных или сконтролирующих органов, по обязанности которых входит проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, а также проверка условий жизни и воспитания несовершеннолетних детей. Не доглядели. В Октябрьском районе Самары из окна восьмого этажа выпала четырехлетняя девочка. Пока родители кормили на кухне годовалого ребенка, старший остался один в комнате, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Сейчас девочка находится в реанимации. Врачи больницы Середавина пытаются сохранить ей жизнь. В Самарской области с мая из окон выпало 26 детей. 23 получили травмы различной степени тяжести, трое погибли. По каждому происшествию проводится проверка и оцениваются действия родителей. В зависимости от результатов им может грозить административный штраф. По каждому факту выпадения ребенка проводится проверка сотрудниками полиции, а также сотрудниками отдела опеки. По результатам этих проверок дается принципиальная оценка и условиям содержания ребенка, а также действиям родителей. То есть, где родители находились в этот момент, почему окно оказалось открыто, почему ребенок остался без присмотра. Эксполковнику ГРУ Квачкову на полтора года увеличили срок. В заключении ему предстоит провести два года. Он признан виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В марте 2016 Квачков был официально привлечен в качестве обвиняемого. Уголовное дело в отношении отставного полковника ГРУ было возбуждено в связи с размещением в марте 2015 года в Ютубе его видеообращения. В ролике усмотрели признаки экстремизма. В течение года следователи вели проверку. В ходе судебных премий гособвинение попросило переквалифицировать дело и запросило для Квачкова три года лишения свободы. Бывший полковник своей вины не признал. Адвокаты Квачкова в ходе процесса обратились к суду с просьбой прекратить уголовное преследование их подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Как отмечал адвокат Сергей Орлов, видеоролик по данным следствия разместили в интернете неустановленные лица. По его словам, у Квачкова, отбывавшего в это время наказание в колонии по другому судебному приговору, не было такой возможности. Обжаловать в апелляционном порядке мы будем. Почему? Во-первых, ухудшить положение нашего подзащитного уже ничто не может. В общей сложности это два года. Улучшить положение возможно. Улучшение положения мы видим в вынесении оправдательного приговора в связи с отсутствием состава преступления в действиях нашего подзащитного. Куйбышевский районный суд рассматривает одно из крупнейших дел в России по сбыту синтетических наркотиков. В нем 15 фигурантов. Чтобы все они могли присутствовать в зале суда, заседание пришлось перенести в Новокуйбышевск. Андрей Горгуленко разбирался в тонкостях криминальной истории. Они фигуранты крупнейшего дела по сбыту наркотиков. По версии силовиков, 15 жителей Самарской области были участниками преступного сообщества. За три года обвиняемые сбыли 26 килограммов синтетических средств. Товар продавали не только в своем регионе. Занималась на территории субъектов Российской Федерации. Это Республика Пашкортостан, Самарская, Саратовские области, город Москва. Незаконным распространением сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Сбывали они, так скажем, дизайнерские наркотики, синтетическое происхождение. По информации полицейских, внутри сообщества работало четкое распределение ролей. При этом была полная анонимность. Работали курьеры, отвечающие за доставку и закладку наркотиков, а также кураторы и операторы. Между собой и клиентами обвиняемые общались с помощью сотовых телефонов и сети интернет. Запрещенные средства передавались через тайники, а оплата за них принималась через электронные кошельки. Следствию удалось установить всех участников группы, кроме организаторов. Дело в том, что уникальность этого дела, что без организаторов преступного сообщества здесь почему-то квалифицировали участие в преступном сообществе. Расследование дела завершено. Теперь обвиняемых ждет долгий судебный процесс. В случае, если их вина будет доказана, на наказание будут от 10 или даже 15 лет лишения свободы, в зависимости от роли в преступном сообществе. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Должникам нет спасения и на воде. Судебные приставы вместе с ГИМС отправились в рейд. Инспекторы искали нарушителей правил движения, а приставы проверяли, есть ли у них неоплаченные долги. Кроме того, чтобы путешествие по Волге не было испорчено штрафными квитанциями, судовладельцам лучше заранее проверить все документы. Вечер на Волге, но сотрудникам ГИМС не до романтики. У них работа в разгаре. Ловят нарушителей правил движения на воде. Попутно проверяют и документы. Вы свои документы давно заглядывали в последний раз? Да, уже. Управление катером мужчина освоил давно, а вот в права заглядывает нечасто. Инспектор сообщает, менять их надо было еще в прошлом году. Как и водительские права на управление маломерными судами выдаются на 10 лет. Вы сейчас управляли маломерным судном, не имея фактически удостоверения на право управления, так как оно просвещено. Мужчине выписывают минимальный штраф, 1000 рублей, и подробно разъясняют, куда и с какими документами идти за новыми правами. Инспекторы напоминают, при себе водитель водного транспорта должен иметь не только права, но и судовой билет с отметкой прохождения техосмотра, если лодка чужая, еще и доверенность. Останавливают в основном тех, кто пересекает реку в неположенном месте. Здесь ходят баржи с грузом, место повышенной опасности для лодочников. Наиболее частые нарушения – это управление маломерным судном, не прошедшим техническое свидетельствование. Также нарушение правил маневрирования. Соответственно, есть свои местные правила пользования водными объектами в Самарской области. Где прописано, где маломерные суды должны двигаться, а как они должны двигаться. Вместе с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам в рейде судебные приставы. По Волге они путешествуют с акцией «Должник». Моментально по базе данных выясняют, есть ли у капитана катера или лодки какие-либо задолженности. Удобно это и для самих неплательщиков. Расквитаться с долгами они могут прямо посреди реки. У пристава есть с собой специальный документ, инфекционная книжка, благодаря которой они могут принять эти денежные средства. Если мы обнаруживаем гражданина, который является должником, то мы также вызываем его в отдел судебных приставов. То есть он также может явиться непосредственно к своему судебному приставу для пояснения ситуации. Только во время этого рейда приставы нашли трех должников. Двое вовремя не оплатили штрафы ГИБДД. Один больше 8 тысяч должен за коммунальные услуги. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Борьба с нелегальными торговцами на Самарских улицах в разгаре. Работа эффективнее, если в ней участвуют жители вместе с общественными советами микрорайонов. Структуры, созданные по инициативе губернатора, активно работают с обращениями горожан. Каждую неделю представители ОСМ выходят в рейды и проверяют в торговой точке, как борются с нелегальными киосками, наблюдала Олеся Корецкая. Первый киоск, да, прям сразу на остановке. Сразу идет нарушение торговли. Торговли пухчевыми, торговли овощами. Такого быть не должно быть. Сами видим, товарищ продавец у нас спрятался. В прятки с общественным советом микрорайона продавцы играют не первый раз. Киоски на пересечении улиц Антона Вовсеенко и Ивана Булкина заполонили весь тротуар. Место наторгованное. Когда-то здесь стояли специальные ряды для пенсионеров, продающих продукты с дачи. Но затем торговые ряды перенесли на рынок неподалеку. Что не помешало и пенсионерам, и прочим торговцам снова обосноваться здесь. Можно вообще город превратить в восточный базар и на каждой остановке сделать ряды. Зачем? Когда рядом стоит рынок. Вот зачем? Зачем лишний мусор на улицах нашего города? Покупателей нарушение правил на торговых точках мало смущает. Уж очень удобно, что продукты можно купить буквально в двух шагах от дома. С проверками управляющие микрорайонов выходят каждую неделю. Перед этим собирают информацию о торговых точках. Работают с обращениями жителей. Киоск на остановке на особым счету. Жители домов с улиц Антонова Вовсеенко, Ивана Булкина и Авроры жалуются, что здесь продают алкоголь в любое время суток. 24 часа у нас здесь постоянно какие-то личности обитают. Постоянно, значит, во дворах пьют. Неспокоят жителей. У нас очень много обращений с этих вот домов по поводу того, что здесь постоянно торгуют. Информацию о нелегальных торговцах уже направили в полицию, администрацию района и департамент потребительского рынка. Нарушители получают штрафы до 5000 рублей. Незаконные же павильоны попадают в специальный список. По решению суда их демонтируют и увезут. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. И даже ночь им не страшна. На Галактионовской в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Полным ходом идет комплексный ремонт. Асфальт укладывают только ночью, чтобы не создавать помех движению общественного транспорта. Андрей Горгуленко увидел работу под светом фонарей. Асфальтоукладчики, катки и грузовики. 16 человек работают в две бригады, чтобы быстрее закончить ремонт. Пока одни укладывают основной верхний слой дорожного покрытия толщиной 6 сантиметров, на другом конце улицы готовят съезды и парковочные места. Подрядчики признаются, это самая кропотливая работа. Это работа, которая самая мелочь, она и самая такая инакозатратная и долгая. Потому что по прямой гони и гони. А именно вот эти съезды, во-первых, мы их разбираем, меняем основания. Это все как бы тоже время. На улице Галактионовской по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» проводят комплексный ремонт. Обновляют все – дорожное полотно, тротуары, бортовой камень, трамвайное межпутье, ливневки, колодцы. В дальнейшем запланировано устройство газонов, нанесение разметки и установка дорожных знаков. Ремонт именно на Галактионовской был необходим, так как улица является частью гостевого маршрута и ведет к площади Куйбышева. А состояние дороги до начала работа была не самым лучшим. Данная улица является гостевым маршрутом к предстоящему чемпионату мира. Данная улица находилась в ужасном состоянии, были многочисленные выбоины, разрушено покрытие, просадки, были обрушены частично смотровые колодцы. Очень хорошо. Была прям убита вся дорога, вся в ямах. А сейчас даже приятно ездить по такой дороге. Завершить ремонт двухкилометрового участка улицы Галактионовской площадью в 31 тысячу квадратных метров должны в октябре. Но подрядчики предполагают, что закончат приводить в порядок отрезок от Красноармейской до Полевой раньше срока. Гарантия покрытия 5 лет. Еще один участок от Красноармейской до Венцика комплексно отремонтирует другая подрядная организация. Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» в Самаре до конца года приведут в порядок около 40 улиц. Еще больше двух десятков планируется охватить работами в рамках этого федерального проекта в следующем году. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков, События. Современный скейт-парк, летняя эстрада, детская площадка. Большая стройка в старейшем парке Самары. История Струковского сада началась в конце 19 века. С тех пор его капитально не обновляли. Теперь здесь все изменится. Когда сквер предстанет во всей красе, знает Алина Чемерес. Грандиозный ремонт в Струковском саду проводится впервые за сто с лишним лет. Уже проведены электричество и вода, оборудована система автополива. Сейчас рабочие по уникальной технологии реставрируют ограждения. Очищают их песком, затем красят. А также облачают в тротуарную плитку дорожки, по которым в старину прогуливались жители Самары Купеческой. Две аллеи уже готовы. Новые гранитные лестницы стилизованы под те, по которым более века назад, гуляя по парку, спускались и поднимались дамы и кавалеры старой Самары. В обновленном Струковском парке таких планируют установить 23. Часть из них уже смонтирована. Старинную эстетику здесь намерено сохранить во всем. Освещать парк будут фонари, стилизованные под Пушкинскую эпоху. Преобразится и летняя эстрада. Здесь отремонтируют сцену и заменят асфальтовое покрытие. Памятник Максиму Горькому тоже обновят. Планируют отреставрировать и фонтан на входе. Добавляется современный скейт-парк в современном виде. Это будет шахматный домик более современный для того, чтобы люди могли отдыхать. Лавочки более легкие, воздушные, это не как были бетонные. То есть, в принципе, делаем мы со временем идем. Все это будет, чтобы нашим гражданам, людям было приятно отдыхать в парке. Приводить в порядок Струковский парк начали еще в мае. На каждом этапе работ строгий контроль. Пока серьезных нарушений со стороны подрядчика не было. Все мелкие недочеты устраняются, что называется, на ходу. Это один из единственных парк в центральной части города. Находится недалеко от набережной. Я считаю, что большое количество людей здесь будет присутствовать. И ошибок здесь недопустим. Здесь будет сделано все качественно и в сроке. На склонах парка высадят газоны, оборудуют клумбы. Планируется, что Струковский сад предстанет перед самарцами в обновленном виде в конце октября. Алина Чемерис, Дмитрий Мишканцов, События. Школа, которая переворачивает представление об учебе. 1 сентября в Южном городе заработает образовательный центр на полторы тысячи учеников. Два года назад губернатор Николай Меркушкин заложил первый камень в основании школы. Заместитель министра образования и науки России Татьяна Синюгина дала самарскому проекту высокую оценку. Водопад и деревья фойе. Для образовательного учреждения картина непривычная. В такой школе хочется учиться. В новом образовательном центре в Южном городе реализовали инновационный подход к обучению. В первую очередь внедрили высокие технологии. Турникеты на входе распознают отпечатки пальцев. В кабинете физики оборудование спускается к партам с потолка. В каждом классе есть интерактивные доски. В компьютерных классах ноутбуки и даже кабинет, где будут учить поварскому искусству, оснащен по последнему слову техники. В здании пять спортзалов и огромный актовый зал. Школа действительно уникальна по многим параметрам. Здесь есть все, чтобы ученики получили знания по общим образовательным предметам. Но и после уроков школьникам скучать не дадут. Вот так выглядит современная коморка, что за актовым залом. Это настоящая звукозаписывающая студия со всем профессиональным оборудованием и музыкальными инструментами для настоящей рок-группы. Образовательный центр еще и один из самых больших в стране. Рассчитан на полторы тысячи мест. Построили школу при финансовой поддержке из федерального бюджета. Проект высоко оценила заместитель министра образования и науки России. Это современная школа, которая позволяет совершенно по-новому, интересно для детей и очень профессионально и продуктивно для педагогов организовать процесс обучения и воспитания. Из тех уже на сегодняшний день результатов, которые есть, конечно, мы можем смело говорить о том, что те проекты, те заявки, которые будут со стороны области в адрес федерального министерства, нами будут поддержаны. В таком здании приятно будет и работать. Учителям пришлось проходить конкурсный отбор. Команда профессионалов создана. К тому же средняя зарплата педагога будет здесь около 32 тысяч рублей. На 85 вакантных мест было порядка 500 резюме. И поэтому, да, был такой вот отбор, проводились собеседования. Я думаю, что сейчас у нас очень профессиональный состав педагогический собран. По достоинству новаторский подход оценили и родители будущих первоклассников. Получилось так, что мы как раз идем в первый класс на открытие школы. Школа потрясающая, очень красивая, шикарная, слов нет. Классы большие, светлые, удобные, очень удобные классы. В новую школу уже зачислили почти 1400 учеников. К началу учебного года сформируют 29 младших классов и 26 классов среднего и старшего звена. Учиться дети будут только в первую смену. После обеда дополнительные занятия и творчество. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. В микрорайоне «Крутые ключи» готовится к открытию детский сад. Новые районы с социальными объектами в Самарской области растут рекордными темпами. На комплексное развитие территории регион получил федеральное финансирование по программе стимулирования жилищного строительства. Работу оценили на уровне Министерства строительства России. Заместитель главы ведомства ознакомился с ходом исполнения программы в Южном городе, Волгаре и «Крутых ключах». Еще один детский сад на 350 мест будет открыт в Самаре 1 сентября. До школьных учреждений примет воспитанников жители микрорайона «Крутые ключи». Здание уже построено, полностью оборудовано. Осталось закупить игрушки, постельное белье и посуду. А неподалеку будет еще один такой же детский сад. Проект реализуется при поддержке федеральной селевой программы стимулирования жилищного строительства. Как она выполняется на объектах Самары, сегодня оценил заместитель министра строительства ЖКХ России Никита Стасишин. Все документы собраны правильно и все выполняются в срок. Так почему не помогать субъекту, где адекватные застройщики, правильный подход губернатора, потому что без власти все равно по заявку подает не застройщик. Сам губернатор понимает, что ему это нужно и важно именно для его жителей. Поэтому таким субъектом мы всем будем помогать. Новую школу обещают достроить до конца года, а в 2018 году в учебные заведения уже придут 1360 учеников. Параллельно начнется возведение еще одной такой же школы. Кроме того, также при поддержке федерального центра здесь будет построена поликлиника. Сегодня правила таковы. Чем больше в регионе цифры жилищного строительства, тем больше он получает целевых федеральных денег, в том числе на строительство социальных объектов. Для Самарской области это возможность дополнительно построить школы, детские сады, больницы и дороги. Девять объектов только по программе основного стимула строится в этом году. Это и школы, это и дошкольные образовательные учреждения, и дороги, и лечебные учреждения. И кроме того, грандиозная поддержка со стороны Министерства и правительства Российской Федерации нам еще добавили в этот стимул еще шесть объектов. В этом году в Самарской области будет сдано 2 миллиона квадратных метров жилья. На строительство социальных объектов и дорожной инфраструктуры в новых кварталах будет выделено почти 3 миллиарда рублей. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Полет нормальный. Спортсмены с мировым именем провели мастер-класс для самарских юноармейцев. Звезды парашютного спорта рассказали молодым людям о правилах безопасности и точного приземления. Прыгали в тандеме и поодиночке. Впечатлениями спортсмены поделились с Алиной Чемерес. Перестроение и причудливые фигуры во время свободного падения. Чемпионы мира по парашютному спорту показывают высший пилотаж. У каждого из них тысячи прыжков. Следующая задача приземлиться в строго отведенное место. Сегодня именитые покорители неба проводят мастер-класс для юноармейцев. Молодые спортсмены уже хотя бы один раз прыгали с парашютом, но всегда в одиночку. Сегодня из-за ветра самостоятельные прыжки им запретили. Зато подарили уникальный шанс шагнуть с борта вертолета в тандеме с опытным парашютистом. Для Оксаны Сергеевой это первый опыт совместных прыжков. Девушка признается, едва коснувшись земли, снова скучаешь по небу. Когда видишь, прыгаешь, начинаешь смотреть на все то, что тебя окружает, как вид, все это действительно вдохновляет на какие-то подвиги и хочется все-таки вернуться в небо снова и снова. Всего на встрече со звездами парашютного спорта два десятка воспитанников Сызранского военно-патриотического клуба. Им рассказывают, как не терять самообладание в небе, ориентироваться в воздухе и правильно приземляться. Сзади основной парашют, спереди запасной. Именно так выглядит парашютист в полете. Кстати сказать, находиться в этой конструкции довольно комфортно. Прежде чем совершить свой первый прыжок, спортсмены проходят обучение вот на таком тренажере, чтобы понять, где находится кольцо запасного парашюта и как всем этим управлять. На счету мастеров парашютного спорта, которые входят в состав сборной России множества побед. В прошлом году спортсмены дважды выиграли чемпионат мира, гражданский и военный. Первое место завоевали и в этом году в Германии. Мастер спорта международного класса Александр Иванов делится. Однажды, оказавшись в небе, влюбляешься в него на всю жизнь. И это чувство, уверен, важно передать начинающим парашютистам. Это действительно что-то особенное. Человек не испытывает таких эмоций, таких ощущений. Их в жизни в природе нет, пока ходишь по земле. Поэтому я думаю, что они попробуют. Может быть кто-то займется, может быть кто-то не займется. Но во всяком случае это движение вперед, это приятно. Следующее испытание для спортсменов национальной сборной чемпионат мира в Черногории, который пройдет с 23 по 30 августа. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. И вновь прибавление в кошачьем семействе в Самарском зоопарке. У пары пум, пармы и парамона появился уже 16-й котенок. Предыдущее потомство самарских пум – звезды зоопарков и цирков по всей стране. Будет ли выступать на арене новорожденный детеныш покажет время, а пока хищника представили посетителям зоопарка. Самый пугливый и осторожный котенок за всю историю самарского зоопарка. Для полуторамесячного детеныша пумы первый выход в свет оказался волнительным и тревожным. Малыш даже отказался есть на публике. Хотя в привычной обстановке пуменок отличается игривым и любопытным характером. Сотрудники зоопарка называют его «Гизма» за схожесть с одноименным персонажем фильма. Пуменок родился необычного по ухим. Сейчас ушки у него, как у обычного котенка, они торчком стоят. Ну и впоследствии, когда он уедет в другой зоопарк или в цирк, ему дадут уже свое имя. Обычное имя выбирают, опираясь на характер и какие-то особенности животного. Малыша совсем недавно забрали у матери. Приучают к рукам и самостоятельной жизни. Сейчас пуменок ест пять раз в день молоко со специальным кормом. В свои полтора месяца весит четыре с половиной килограмма. Это уже шестнадцатый котенок пары канадских пум. Парма и парамон радуют потомством каждый год, иногда и по два раза. Эта пара в Самарском зоопарке одна из самых крепких. Парма с характером таким, стервозным, можно сказать, немножко. А парамон, ну, мужик, ему все нормально. Поесть дали, поспать дали, все замечательно, жизнь удалась. Несмотря на то, что сейчас пуменок выглядит как плюшевая игрушка, когти и зубы уже превращают его в опасного хищника. Совсем скоро обниматься с котенком будет нельзя. Голубые глаза потемнеют, пятнышки на шерсти посветлеют, а удар когтистой лапы сможет сбить с ног и здорово покалечить. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Это были самые запоминающиеся события уходящей недели. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Прекрасных вам выходных и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова